Вы говорите о такой цивилизации, вот той самой, которую мы называем гиперборейской, которая была сколько, по-вашему, тысяч лет назад? Тут, знаете, вопрос серьезный, требует особых исследований, специальных исследований, но, как один сказал философ, очень серьезный, я хочу сказать слова Канта, он как сказал в свое время, что подлинная история – это все-таки мифология, а то, что нам дали с коллеги Распарвусом, это выдумка. Поэтому, если верить мифологии, я имею в виду мифологии всех народов белой расы, получается, что гигантская огромная земля, северные огромные шельфы, которые сейчас утонули, сейчас они под водой, это все было занято племенами, вернее, родами, и эти роды белой расы, тут расселялись и на американский континент, вот, в свое время это, возможно, это была особая какая-то цивилизация, о которой плохо мы знаем, но данные можно найти в Ватикане. Вот у меня здесь, на борту этого корабля лежит карта, очертания совершенно другие берегов, там нет Абской, Бубы, там Секшин и другие берега, но вся карта Сибири покрыта городами, дорогами, названия городов. Вот, правда, эта карта переписана, и название на латинице написано, не на нашем языке, но где-то ведь и на нашем есть. То есть, эта карта была взята у кардиналов Ватикана, это была рабочая карта. Так вот, получается, что, почему я проверил ее? Потому что остров Белый, куда мы сейчас идем, там стоял храм Дашбова, то есть, Бога Солнца, он стоял вообще в океане, остров, и на этом острове устроил храм. Он был разорен викингами, христианами, уже принявшими христианство в начале, в середине X века, в середине X века, это было, это 40-е годы, вот. И я это знаю по саге, что, проверьте эту карту, я просто вспомнил сагу, вот, что там был храм. Беру эту карту, смотрю, остров Белый нахожу, там стоит храм, так что 100%. Карта хорошая. А карта была из, тоже где-то X-XI века, как вы думаете, когда было нанесено все было? Я думаю, что эта карта, когда была нанесена, я не знаю, потому что это переписка, это с другой, более древней карты, но эта карта была сделана до Великого потопа, до гибели всей цивилизации, которая, вот, сейчас у нас техногенная цивилизация на руинах древней, так вот, та древняя цивилизация была убита. И карта была сделана, вот, раз в другие эти берега, нет там огромной суши, эти территории покрыты суши, уходят в океан все мельдовиты, и сплошные города, там их очень много, и я не считал, сколько там несколько сот городов и селений, так что получается, что карта очень древняя. Вот найти бы подлинник, это было бы интереснее, но подлинники все в Ватикане лежат, спрятаны, охраняет их западный мир, питаются вот этими знаниями оттуда масонские ложи, иллюминаты, потому они ходят, ширятся, что мы знаем истину, а вы дураки. Хватит нам быть дуракам, надо, в конце концов, саму народу дать подлинные знания, чтобы он знал, кто он такой, откуда он пришел. Насчет древности, как можно в трех словах сказать. Я писал в своей книге, первой, как в деревне Ржавчик Тюсульского района Кемеровской области под слоями угля, было найдено захоронение. Там несколько, кто, сколько было этих артефактов, этих саркофагов, пока никто не знает, потому что это все до сих пор тайно. Но местные жители помнили, когда подняли первый артефакт, там открыли его, а это что, это такой ящик был мраморный, причем мрамор очень древний, он до мелового периода, он интрузивный, такой черный мрамор был. Когда открыли артефакт, вот этот гроб мраморный, там оказалась девушка, лежащая во весь рост нашей расы. Это серые глаза, это русые волосы, не рыжие, а русые волосы. Нам еще пытаются внушить, чтобы была рыжая раса, а рыжих не было, не надо придумать. Красные волосы, это гибридные народы. Так вот, русые волосы, около метра восемьдесят рост, вот идеально сложенная, у нее была полупрозрачная одежда, все обалдели на нее глядя, а сверху была она залита жидкостью. Мне это все рассказала одна старушка в поезде, когда я ехала, она плакала, рассказывала, что вот мы нашли вот это, подняли, мой сын там был и другие, а потом кому-то сообщили, приехали ребята, значит, из спецслужб, все оцепили, сели вертолеты, стали вытаскивать, когда все это повыносили, сложили, увезли, а потом все люди вымерли, которые занимались этим делом, и ее сын в том числе. Я думал, это все-таки, ну, какая-то местная легенда. Ну, а потом получилось все просто, очевидно, по моей книге, это или как, может, по моей книге, на РЕН-ТВ люди заинтересовались, вот, и президентский канал отправился на поиски вот этого артефакта, этих вот событий. Оказалось, все правда. Все фамилии, все, что я написал, все один к одному. Это потом вышла передача, все. Но дело-то в чем? Что эти гробы были подняты с глубины, по самым таким скромным подсчетам, получается, 600 миллионов лет назад. Это до Кембри. Это получается, что каменноугольный период, вот, карбон, он лег сверху, это внизу. Куда это все делось, неясно. Потому что спецслужбы, мы нужно понимать, что спецслужбы на высшем своем, так сказать, горизонте или этаже, так это можно выразиться, они работают на мировое правительство. Они не работают на наш народ и там на американцев, например, или там на британцев, или там на кого-то еще. Они работают на тех, кто им платит, а платят огромные деньги, а станок стучит, там все понятно, там легко деньги-то делать. Сейчас можно, кто-то их зарабатывает, кто-то печатает. Поэтому спецслужбы продажные. Так вот, они тогда уже были продажные в советское время, и куда это делось, ясно, что ученые это бы не знают и не видят. Наша наука. Это, очевидно, все ушло. Какие-то схроны масонов и иллюминатов, может быть, может, за границу укатило. Потому что надо понимать, что и в советское время, кроме сталинского, сталинское время было другим, полностью контролировалось тайными обществами. И наша наука контролировалась, и искусство контролировалось, и даже военная техника, она была, она была тоже под контролем, чтобы мы ничего тут лишнего не придумали. То есть все это было так. Вот такие вещи. То есть получается, что наша раса на Земле присутствует в течение многих-многих миллионов лет. Но если это докембрия, получается, если верить нашим ученым, в то время не было кислорода на Земле. Вот. То есть это было такое, много уголокислого газа, много было азота, кислорода. То есть получается, что, скорее всего, это какая-то была база исследовательская, космическая. И люди из космоса пришли, занимались какими-то делами. А почему они оказались в этих артефактах, в этих гробах, залитой жидкостью, это вопрос, который с нашими мозгами, мы не можем на него ответить. Возможно, придет время, когда они встанут, эти люди живые и здоровые, и спросят, а чего вы нас увезли? Или кто-то еще за них спросит с тех, кто это сделал. Это, скорее всего, так и будет. Потому что там такая мотивация, что она знает, что не нашим свинячьим рывом заниматься тем, что мы не знаем, не понимаем. Но это о чем говорит? Что теория Дарвина – это искусственная теория. И Дарвин там придумал, что человек вышел из везения подобного предка, и что все расы практически одинаковые. Это все сказка, красивая сказка. Хотя, надо знать одну деталь. Что эволюция работает. Эволюционный процесс идет. Здесь правда. Но этот эволюционный процесс идет не до уровня создания нового вида. Он просто вид может видоизменяться, может облагораживаться, может приспосабливаться к каким-то условиям. Но не до перехода и не до рождения у другого. Как виды появляются, я не хочу объяснять. Это другая тема. Вот. Я только хочу ваше внимание обратить, что теория Дарвина это теория, которая энергетически подпитывает либерально-демократическую идею, которая нас сейчас уничтожает. Практически вот так. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ